Добрый день! Так, отлично! Приветствую всех! Очень многих уже узнаю в лицо По никам Красноярск Кемерово, Черкас, Владивосток Так что, друзья Магнитогорск, Валера, приветствую! Вот, так что Движемся, друзья! Активно работаем! Я сегодня, видите, все по плану В униформе, как положено Со Skyway Так что Так Наставку Я сразу, в очередной раз, друзья Извиняюсь, сегодня я Один Без Леши Он необычно ведет техническую часть Алексей Суходоев, поэтому я Обычно на это не сильно уделяю Много внимания, начинаю это Ощущать только Когда его нету, понимаете? То есть, когда чего-то не хватает, сразу мы это в жизни Сразу замечаем. Поэтому Видите, я сегодня ролики не смог Толком поставить Что-то ковырялись Мы тут Делали и заставки Не это самое Ну, ничего, я думаю Не заставка Давайте тогда в двух словах Про Леша сейчас у нас Опять очередной раз На экологическом форуме В Челябинске проходит Встречается с консулом В том числе и Соединенных Штатов Будет презентовать ему Вот За 29 секунд Проект Skyway Посмотрим, что из этого выйдет Вечером обещал рассказать Показать фотографии Видео И так далее Поэтому Леша как раз у нас Как наглядное пособие Как надо продвигать Как делать Как работать И вообще, так сказать Я очень рад, что Судьба меня свела с ним Вместе вот на Skyway И мы работаем И я могу сказать Что сейчас Те проекты И то, что мы сегодня Запускаем и делаем Друзья, это все Становится Более Серьезно Более Осязаемо Более Уже практически С точки зрения Бизнеса И реализации Поэтому Мы тоже Об этом еще сегодня И поговорим И вечером Кто будет с нами Или потом в записи Посмотрите Алексей как раз Интересно расскажет Это продвижение Мы Сразу сейчас Могу сказать Что мы отрабатываем С ним полный алгоритм Как работать В регионе Как работать С властями Как работать На губернаторском И на уровне Муниципалитета Мэрии Какие документы Готовить для Презентации Для запуска Адресных проектов Как поддерживать Этот проект С помощью сети Краут инвестинга Как работать С проектировщиками Департаментом транспорта Департаментом Градостроительства Любого региона И мы Я думаю Что где-то до конца года То есть до конца декабря Скорее всего Отработаем Полностью Алгоритмы Пошаговой Что надо делать Как делать Как делать Какие инструкции Соблюдать Какие документы Какие письма писать Какие презентации Делать Для того Чтобы адресный проект Запускался Делался в регионе Наиболее Наиболее Ну скажем так Благоприятным образом Поэтому мы сейчас Проходим На нескольких Проектах Этот Алгоритм Отрабатываем Полностью Пошаговую инструкцию Алексей Отрабатывает Челябинский Арманд Он сегодня Про него тоже скажу Он включится сегодня Ну где-то минут Через 10-15 По ирландскому проекту Он Насколько я понимаю Послезавтра В очередной раз Летит в Ирландию Уже для подписания документов И для запуска Уже Дальнейших Шагов По проекту В Ирланд Это тоже Он Сказывал На уровне Министров Туризма И соответственно Это тоже проект Который мы отрабатываем Это уже для западной части Для Тоже самое Алгоритм Как проходит И там мы Дальше у нас Масштабировать будем И в Финляндии И в Норвегии То есть у нас Там где есть Наиболее подготовленные Ребята Я Сейчас Готовлю презентацию Проекта В Москве Буквально Через 2 или 3 недели Будет большое мероприятие В мэрии И проводить его будет Мэр Собянин И соответственно Я буду ему презентовать Здесь два проекта По Москве Связанные с Технопарком Воробьевы горы Это на территории МГУ И на территории Парка Ломинского Там тоже будет интересный Такой Скайпарк Это наше предложение Ну и соответственно Тоже посмотрим Какая будет реакция Вот Поэтому Еще один проект Мы готовим Тоже Скорее всего Я буду презентовать С кем-то из наших ребят В Санкт-Петербурге Это северная Жемчужина Как мы назвали Это Скайпарк Как раз сейчас Рядом с Васильевском Так Попробуйте Делать громче микрофон Так Мне тут Ребят пишут Что-то немножко Тихо Да Настройки Микрофон Так Так Как слышно Сейчас Друзья Это самое Так Лучше Да Руслан Ага Все Отлично Отлично Двигаемся Дальше Вот Значит Смотрите Что Как мы уже говорили Я сейчас Просто акцентирую Внимание На Там Двух моментах Прежде чем Потом Перейдем Уже К внешней Как мы Так А у нас А у нас Опросник Опросник Наталья Ты тогда Можешь сбросить Опросник По поводу того Кто первый Кто не первый раз На вебинаре Это касается Для новичков Которые Зашли первый раз На вебинар Чтобы мы статистику Ввели Сколько у нас Людей заходит Сколько у нас Ну Каким образом Значит Смотрите Друзья Что касается Адресных проектов Это мы говорили Просто я акцентирую Внимание Чтобы вы понимали Что адресный проект Это сегодня Не самоцель Запустить в регионе Более того Мы сейчас четко понимаем И по опыту Можем сказать Что если Сегодня поддержка В регионе А фактически Это выстроенная структура Сегодня малочисленная То проект Фактически Никуда не пойдет Мы имели К сожалению Не очень положительный опыт По запуску Первого адресного проекта В Санкт-Петербурге Когда мы совместно С конструкторским бюро Разработали Очень интересный маршрут От аэропорта До центра города Он был очень дешевый Очень эффективный И как раз Как только пошли в мэрию Уперлись сразу В то Что Мэрия Особенно транспортный департамент Как только выходит На экспертизы На заключение Мы сразу получаем Отрицательный ответ И мы не смогли Побить Эту стену Хотя И презентовали Делали Маргарита Медонецкая Она просто С неимоверной энергией Продвигала этот проект Но Тем не менее Мы остановились И мэрия Четко Дала ответ Что на сегодняшний момент Этим проектом Заниматься не будет Дальше При анализе ошибок При анализе Скажем Не то что ошибок Здесь не совсем Правильная Постановка вопроса При анализе Таким образом Надо было входить И делать Мы пришли к выводу Что надо заходить С точки зрения Сейчас Не транспортной А именно легкой Развлекательной Это спортивно-туристический Инновационный кластер Мы его назвали Скайпарк Именно как Спортивное Туристическое Туристическое Направление Дальше туда добавили Уже и ресторанное Направление Чтобы это было Более интересно И только потом Решать уже Транспортные задачи То есть что эта система Может решать Еще и перевозки Соответственно Это совсем другие Согласования Мы это тоже Сейчас в инструкциях Это совсем другие Требования к безопасности Это тоже мы сейчас Прописываем Но самое главное Друзья Необходимо Чтобы у этого Поддержка В городе Была Соответственно Большая Ну скажем так Народная масса Которая его продвигает И мы вот Мы в Челябинске Сейчас даже столкнулись С чем что Несмотря на том Что Так вот Тут свист говорит Может быть Все-таки Микрофон Кромочек Так Лучше сейчас Слышно Хрипа нет Все Давайте Движемся дальше Тогда Так вот Друзья Мы даже в Челябинске Сегодня Там где Алексей Продвигает Делает И у нас Идет контакт С администрацией То из-за того Что сейчас Там довольно-таки Слабая именно Городская Структура Городская сеть Мы сейчас уже Сталкиваемся С определенными Проблемами Особенно Они Сейчас все больше Выходят Какого плана Что уже надо Выходить сейчас На ряд работ И надо оплачивать Уже с точки зрения Проекта То есть надо Проектировщикам Для того чтобы Выбирать трассировку Надо уже выбирать Геодезию То есть сделать Определенные исследования Без этого проект Даже конструкторское бюро Не может приступить К расчетам К предварительным проектам И это надо Оплачивать Уже естественно С точки зрения Региональной Сети Региональной Структуры И мы сейчас Даже сталкиваемся С тем что Начинает буксовать Из-за того что Определенных денег Сегодня собрать На продвижение проекта Соответственно Региональная сеть Не может Это естественно Неправильно Это естественно Не подход Для того чтобы Продвигать И если мы сегодня Будем Фондом нашим Или компанией Оплачивать Эти работы То друзья Зачем тогда Такие региональные Проекты нужны Они должны Приводить новых людей Они должны Приводить инвесторов Они должны Приводить Приход В то чтобы Финансировался Экотехнопарк В Марьиной Горке А не оттягивать Деньги Поэтому Твой подход Когда наши Региональные Партнеры Только вновь Появившиеся Начинают Задавать вопросы Каким образом Там нам будет Поддержка Или сколько Нам будут платить Друзья Это даже не обсуждается Потому что Это неправильный подход Поэтому Мы сейчас Активно будем Вести Три Или Четыре проекта И вести Будем В основном Арманд Он расскажет О своем проекте Алексей Суходов И я Именно по Москве И Санкт-Петербургу И на этих проектах Мы будем Отрабатывать Механизмы Будем Отрабатывать Методику Мы будем Отрабатывать Алгоритм А дальше Уже Будем Друзья Учить вас Учить всех Людей Каким образом Надо двигать Но все Надо пройти Своими Руками И ногами Соответственно Получить Весь перечень Документов Которые Необходимо Сделать И второе Друзья Под это Необходимо Подготовить Региональную Структуру Как это Ни странно Звучит В Москве На сегодняшний Момент Очень слабая Структура Очень мало Людей Которые знают О проекте И продвигают Проект Поэтому Сейчас Лично я И ребята Которые со мной Работают Мы ставим Цель и задача Максимально Сейчас Увеличить Московскую Региональную Структуру Хотя бы До 200 тысяч Человек Для того Чтобы Дальше Уже С такой Поддержкой Выходить На мэрию Выходить На Инвесторов На крупных Выходить На Уже Серьезную Презентацию Поддержку Такого проекта Без этого Друзья Это все Утопия Это все Пустые Колебания Воздуха И еще Один момент Я на нем Останавливался Сейчас Буду говорить И мы будем Повторять Это неоднократно Друзья Для того Чтобы Продвигать И выходить На уровень Такого Общения Нужна Определенная Квалификация Если у вас Вы просто горите Желанием И вы хотите Пойти К мэру Губернатору И завтра Ему Рассказать О проекте Друзья Это еще Желание Работать Это еще Не Возможность Реализовать Эту работу К сожалению Мы уже Сталкиваемся В ряде Регионов Когда Активно Наши Ну скажем Последователи Активисты Начинают Идти Но Приносят Больше Вреда От работы Чем Пользы Поэтому Друзья Мы будем Проводить Обучение Мы будем Дать вам Информацию Мы будем Отбирать Людей Из вас Кто готов Двигаться И кто готов Нести Эту информацию Поэтому Естественно Что друзья Будем Помогать Естественно И консультации И при необходимости Вот у нас Сейчас Готовится Самаре Тоже Это с одним Из наших Таких Давных Директоров Давних Активистов Вот И В Самаре Просто еще И с губернатором Определенные У меня отношения Такие давние Вот Поэтому Я подключаюсь Сейчас к этой работе И помогаю Нашей команде Там продвигать Но это Друзья Такие Разовые Операции Это разовая Работа В основном Конечно Все надо Делать На свои силы На свою сеть И наша задача Чтобы это вырастало Это делало И только потом Продвигало И естественно Что Мы сразу можем сказать Что во всей стране В России Это пойдет И не только в России В любом регионе В любой стране Это пойдет Только тогда Когда 10% Населения А лучше 15 То есть мы ставим вилку 5-15% Населения Поддерживает проект Поддерживает Адресный проект В своем регионе Вот тогда Можно сказать Друзья Никакая сила Это остановить Не может Поэтому мы К этому готовимся Мы будем Это продвигать Мы будем Это делать И соответственно Друзья Мы вас Призываем Чтобы вы К этому Подключались Призываем Чтобы вы Вербовали Новых Сторонников Чтобы вы Рассказывали Об адресном Проекте Котовен В регионе Чтобы вы Когда подойдут Определенные Понимания Чтобы вы Запускали Этот адресный Проект И соответственно Только таким Образом Можно двигаться И только таким Образом Запускать Это не значит Что мы сейчас Стоим на месте Нет друзья Я вам уже говорил Что мы по 4 проектам Работаем сейчас Каждый день Вот Алексей Сегодня вечером Будет рассказывать По сегодняшнему Ситуацию Которая идет По Челябинску Потому что Там уже вышли На проектные Изыскательские Работы А это уже Практическая Реализация Проекта Там уже вышли На создание Юридического Лица Именно в Челябинске Которое Будет выступать Именно в проекте Такое же Юридическое лицо Именно по адресному Проекту У нас есть в Лондоне Директором Которого Является Арман Такое же Уже компания Непосредственно Бизнес создается В Ирландии Сейчас Который будет Продвигать Поэтому Это весь алгоритм Друзья Который мы Отработаем Делаем И соответственно Будем Реализовывать И естественно Что без вашей помощи Без вашей работы Это все Двигаться не может Поэтому Но подходить К этому надо Уже друзья Как к очень Серьезному бизнесу Потому что То что мы с вами Сейчас делаем Это очень серьезный Бизнес Это построение Краудинвестинговой Системы Которая Аккумулирует Собирает Устремление И небольшие инвестиции Рискованных Частных инвесторов Которые могут Позволить себе Сегодня участвовать В высокорисковых Проектах Каким является Skyway Соответственно Аккумулировать Направлять Это в научно-производственную Компанию Струнные технологии В Минск В конструкторское бюро Соответственно Получать чертежи И соответственно Это делать Это очень серьезная работа И она сегодня В основном Словится на том Чтобы Вы несли информацию Вы Разговаривали Вербовали Людей И соответственно Чтобы эта информация Шла дальше Естественно Что это Работа Очень сегодня Эффективная И выгодная Для тех Кто делается Но это этапы Продвижения Развития Дальше По мере того Как подключаются Все более Структуры Все больше Инвесторы Более крупные Я могу сказать Что я сейчас Веду переговоры Мы с Алексеем Были Две недели назад Сейчас я еще Иду Уже реально Фонды Которые Управляют Уже миллиардами Долларов Они очень серьезно К нам Присматриваются Они очень серьезно Следят за тем Что мы делаем Но Друзья Чтобы у вас Не было никаких Иллюзий Что никакие Крупные инвесторы Никакие крупные Чиновники Никакие крупные Фонды На сегодняшнем этапе В проект не придут Они все сидят И ждут И сегодня Со мной ведутся Переговоры Только по Двум причинам Первая причина Что меня давно знают Я довольно таки Известный человек В определенных кругах И все знают Ну скажем так Мое резюме И то чем я раньше занимался И соответственно Какую роль я играю В проекте То есть о том Что я занимаюсь Струнными технологиями И с юницким Работаю 15 лет И второй момент Друзья Что более важно На сегодняшний момент То что Идет строительство В Марьиной горке То что мы с вами За год Выполнили определенную работу Аккумулировали Инвестиции Собрали большое количество Пул сторонников Донесли информацию И люди поверив В эту информацию На высокорисковой стадии Вошли в этот проект Поддержали этот проект Инвестировали в этот проект Соответственно Друзья Сегодня есть те результаты И мы сегодня Разговариваем уже С крупными фондами С крупными компаниями Компаниями Только на том основании Друзья Что есть конструкторское бюро Что есть Марьяна горка И там каждый день Идет работа И вы Я думаю Следите за новостями Идут полные рассылки По строительству Тому что делается Там как строится Основная анкерная опора Сейчас Как начинаются Уже заливаться фундаменты Строятся 19 промежуточных опор Сейчас уже Вот как раз Маргарита Наша Донецка Помогала Растомаживать ряд Узлов и агрегатов Которые уже будут Монтироваться На этой путевой структуре То есть Друзья Эта работа Идет полным ходом И сейчас Все переговоры С такого рода Инвесторами Почему так вяло Идет строительство В Мариной горке Но я бы не сказал Что строительство Идет очень вяло Строительство Идет очень Очень активно Дело в том Что это научно-производственные вещи Там не может это строиться Так как строятся Многоэтажные дома Здесь Каждый чертеж И каждая работа Уникальна А работа Я могу сказать И Как Юницкий утверждал И мы сейчас видим По графику реализации Что еще до того Как ляжет снег То есть реально Где-то К концу ноября В середину декабря Основная анкерная опора Уже встанет И встанут промежуточные Опоры Поэтому это Друзья Я могу сказать Довольно-таки Быстрое строительство Быстрее Наверное В данном ситуации Просто не бывает Так вот друзья Второй вопрос Который сегодня Очень важно Сейчас понимать Что Уже и на сайте Компании Объявлено И мы Это декларируем Сейчас Мы всех готовим К тому что В ближайшее время Там В начале декабря Произойдет смена дисконтов И мы с вами Должны очень четко Понимать Что такое Смена дисконта И что такое Вообще Вот это вот Дискирование Которое сегодня идет Потому что Ко мне Ряд обращаются Людей И я понял Из общения За последнюю неделю Что очень мало Кто реально Осознает И понимает Вообще Смысл Вот этих вот Дисконтов Я хочу на этом Тоже Две минутки Остановиться Чтобы вы понимали Друзья Так По одному гектару земли Обязательно еще поговорим Более того Следующий вебинар Мы вообще Практически Половину посвятим Гектару земли Потому что процесс пошел И это тоже Мы об этом с вами Поговорим Так вы смотрите Друзья Что такое дисконт Полтора года назад Когда проект запускался Дисконты были Один к двум тысячам Это Чтобы вы понимали Это не прибыль Это цена Которую сама Компания Устанавливает Для тех денег Которые она привлекает То есть она настолько Высокая Что Интеллектуальная собственность Которая оценена И которой распоряжается Президент И управляющий И генеральный конструктор Анатолий Владимирович Юницкий Он изначально сказал Что на первом этапе входа Так как Наиболее рисковый момент То есть когда проект Только запускается Дисконты С точки зрения компании Устанавливаются вот такие Это фактически Является Венчурной премией И вы наверное Обратили внимание Что я несколько раз В вебинарах Вводил такое понятие Еще раз говорил Что это плата за риск И все кто вошел Полтора года Год назад Они вошли На самой рисковой стадии И соответственно Они инвестировали В венчурный проект Который еще находился Только на стадии Зарождения То есть да Была наработана Интеллектуальная собственность Да Была наработана Определенная методика строительства Потому что строительство Уже проводилось Это был опыт Который накоплен Юницким командой Которая с ним работала За более чем Там десятки лет Работы в этом направлении Но Именно формирование Компании Формирование целей Задачи Для которых Мы с вами собрались Это был старт И поэтому Те кто пришли Полтора года Год назад Потом По снижению дисконтов Они естественно И сейчас претендуют И от компании Им сегодня Подается наиболее количество Обязательств Это наибольшая премия За наибольший риск И я еще помню При мне были дисконты Я участвовал В этом процессе То есть и мне в том числе Обязательства компании С дисконтами Один к двумь тысячам Потом один к полутора тысячам Потом один к тысяче Вот То есть это говорит о том Что очень рисковая стадия Но по мере того Друзья Как была проведена работа По мере того Как Аккумулированы И инвестированы Очень серьезные средства За прошлый год Мы с вами Видим Какие результаты Это сегодня приводит Естественно Что сегодня Категория риска Очень резко снижается Сегодня Работает конструкторское бюро Сегодня выделена земля Сегодня Уже идут ряд Подписания договоров Прямых на Уже Финансирование За счет заказчиков Этих трасс Которые будут продемонстрированы То есть это все возможно Только на той стадии Пока Когда уже начинает Появляться технология И естественно Что сегодня Снижение дисконтов Это фактически Означает то Что снижаются риски Для тех Кто выходит Входит сегодня в проект И мы должны это И объяснять И показывать И рассказывать Что друзья Риски которые были Полгода назад Три месяца назад И сегодня Они не сопоставимы С теми рисками Которые будут Через три Через пять месяцев То есть За ближайшие пять месяцев Произойдет Наибольший такой перелом Когда станет очевидным То есть Вот этот вот Айсберг Он фактически Выйдет из воды И станет понятно Стройка Начнутся испытания Подвижного состава Уже будет изготавливаться И Юнибусу И Юникар И будет Изготовлен Наши Юнибайки Вот они вообще Будут в марте Уже продемонстрированы Первым заказчиком Соответственно Это друзья Работа Которая Проделана И она Снижает Соответственно Рискованность Вхождения В этот проект И естественно Друзья Она будет снижать Венчурную премию Она все равно Остается очень достойной Потому что Один к двумстам Один там Ну Один с сто пятьдесят Один двести Один двести пятьдесят От зависимости Это все равно Очень большие премии То есть Ни в одном роде Бизнесов Сегодня Такую премию Такую доходность Получить невозможно Это дает только Высокорисловый Венчурный Инновационный бизнес То чем мы с вами Сегодня занимаемся Поэтому Вы должны Когда вас будут Спрашивать Вы Объяснять И вы должны понимать Что дисконты И венчурная премия Это плата за риск Которую вы сегодня Несете Или те Инвесторы Которые сегодня Входят в проект И я могу сказать Что иллюстрация Как раз Того что эти риски Становятся Все более понятными Снижается То что стали Проявлять интерес Уже страховые компании Инвестиционные банки Инвестиционные фонды Они сегодня Просто Вот уже Ну я не могу сказать Это было бы неправда Но о том Что сегодня Уже несколько заявок Я буквально Наверное На следующей неделе Может быть через неделю С одним из крупнейших Венчурных фондов Франции Еду туда В Марьину Горку Мы будем встречаться С Антон Дарчем И этот фонд Уже будет реально Рассматривать То есть он смотреть Будет То что делается Конструкторское бюро И он реально Будет готов Ставить Акции Обязательства Компании Уже в свой пакет И реально привлекать туда Инвесторов Уже Это инвестиционный фонд Который управляет Десятками миллиардов евро Вот соответственно Я не знаю До чего мы договоримся И как это будет делать Потому что я очень много Вел такого рода переговоры Вот посмотрим Это по любому Будет интересно Но друзья Так как уже проявляют Едут Смотрят Это говорит о том Что друзья Процесс пошел И здесь я могу сказать Что мы с вами делаем У меня собственно Часы разговаривают Представляете Так сказать Дожили до чего Уже это роботом Так вот смотрите Это понимание Сегодня О том что Мы с вами делаем И только благодаря Нашей работе Мы подошли К этому этапу Это говорит о том Что мы все сделали правильно Мы подошли Правильному этапу И сегодня По мере того Как дальше будут развиваться Адресные проекты То есть когда будут Конкретные Уже привязка К местности Привязка К конкретному городу Привязка К конкретным Уже непосредственно Бизнесу Который будет на этом Зарабатывать По мере того Как станет это Очевидным И понятным Инвестиционным И соответственно Венчурным Крупп Который управляет Этот проект Конечно будет выходить Все на новые И новые стадии И это Сегодня уже не за горами Очевидно Что весна И лето Следующего года Это уже будет Наиболее активная работа В этом направлении И я считаю Друзья Мы с вами Будем считать Что мы Выполнили Наиболее сложную задачу Мы с вами Сделали Можно сказать Невозможное Потому что Без той работы Которую мы провели Ни о каких Крупных инвесторах Ни о каких Заказчиках Ни о каких Крупных фондах Речи даже Быть не могло Идти Потому что Пока Мы не создали То что сегодня Есть Разговаривать с ними Было не о чем И я могу сказать Что я проводил Огромное количество Переговоров За последние 10 лет И всегда Все упиралось В том Что покажите Потом будем Разговаривать И вот эта Переломная часть Вы помните Даже когда Медведев Будучи президентом На госсовете На которой Сергей Морозов Это губернатор Ульяновской области Докладывал О проекте Соответственно И то он сказал Проект интересный Это действительно Есть инновация А дальше Задал очень интересный Вопрос А деньги найдете И это интересно Слушать От президента Страны К которому пришли Показывать проект Который может Изменить всю Экономическую ситуацию В стране Вот Ну соответственно Поэтому наверное Он не являлся Очень долго президентом После этого Он является Премьер-министром Надеюсь Тоже Что тоже Довольно-таки Недолгое Время Потому что Я нисколько Не скрываю Своё отношение К нынешнему Правительству И премьер-министру И считаю Что его приход В правительство И премьер-министр Это политический Компромисс Который был В выборах И что время Этого компромисса Прошло И сегодня У нас должно быть Адекватное правительство Той очень непростой Ситуации Которая идет в стране Очень непростой ситуации Которая идет в мире И поэтому Я думаю Что в ближайшее время Мы с вами увидим Нормальное Адекватное правительство Той ситуации Которая сегодня Происходит Но это мы с вами Поговорим в конце Потому что Нам нельзя Сегодня не затронуть Анализ Того что происходит Во мне Потому что Цель Наших технико-экономических Вебинаров Это Анализ того Что происходит И техники В экономике В развитии Именно через призму Скайвея Как мы уже с вами Итерационно Сами подошли К такому пониманию Что Через очки Скайвея Смотреть на мир Намного Я бы сказал Приятнее И интереснее Чем смотреть Без этих очков Во всяком случае Я Все делаю Через анализ Скайвея Я могу сказать Что это Намного Сегодня И облегчает И упрощает Жизнь И действительно На все Начинаешь смотреть Несколько С другой Позиции Оптимизма Потому что Мы знаем Что будет За теми шагами Что будет За тем хаосом Которым Мы сегодня Приходим И мы с вами Создаем Тоже ввели Такой термин За этот год Экономический Ковчег Скайвей Который Сегодня Посмотрим Так Я тогда Сейчас слово Передам Арманду То есть Арманда Не знаю Наверное Представлять Не надо Он регулярно С нами С Алексеем Участвует В бинарах Это тоже Молодой Талантливый парень С Латвии Живет в Лондоне Возглавляет Сейчас компанию Лондон Скайпарк Он сегодня И Глобал Скайпарк Возглавляет Компанию Глобал Транснет UK То есть Это два направления Одно связано С транспортом Именно то Что сегодня Второе Это нашей точкой Входа Легким Прогулочным Не транспортом Прогулочной системой Которая сегодня Привлекает И вербует Сторонников И соответственно Арманда Тогда первый тебе вопрос Это по Ирландии Куда ты летишь Я насколько понимаю Послезавтра Вот Расскажи Какие планы Какие-то Мы естественно Сначала послушаем Что ты будешь обещать А потом Послушаем тебя По отчетам Что ты расскажешь Что ты сделал Вот Ну и второй момент Я тоже очень рад Что Арманда Ну там Что так Тут неправильно сказать Арманда в нашей команде Здесь нет такого понятия Арманда в нашей команде Что мы все В одной команде Я могу сказать Не зря такие люди Собираются в одном месте Для решения Одних задач Давай Арманда Мне слово Спасибо Ребята Как меня слышно Видно Слышно Дайте обратную связь Чтобы я понимал Так Ну наверное Там что-то пишет Чат у меня Отлично Да Видно Ну Значит Слушая вот это все То есть я понимаю Что мы Ребята Действительно Очень серьезно Начали двигаться И кто Кто был Наверное На Андрея Презентации Да Где он показывает Вот эту перевернутую пирамиду На самом деле Это действительно так Сегодня С кем бы Я только не говорил Как только Начинаю Разговаривать Ну вообще О той ситуации Да Которая сейчас происходит Наверное Не Для каждого из вас Секрет Да Что произошло Там во Франции Какие политические движения Начинаются Да Здесь Но Что я хочу Заметить в этом всем То есть Понятное дело Там Много людей Гибнут Да И Очень неприятные вещи Происходят Но Есть в этом Очень большая Скажем так Очень Большое Показание Того Что может Сделать толпа Посмотрите Пожалуйста На этих Там Тысячи Десятки тысяч Людей Которые Сегодня Прорывают Границы Которые Сегодня Просто Идут На цели То есть У них цель Германия Да Была И они Просто шли И несмотря Ни на что И они Дошли До этой Германии То есть Они дошли До цели И никто Не смог Их остановить Вот Это то же самое Как Сергей Анатольевич Уже говорит Да То есть Одеваем Очки Skyway И через Очки Skyway Мы видим То же Самое Что Сегодня С нами Готовы Обсуждать Разные Проекты Чиновники Только потому Что Нас Много Вот Представьте Мы Такая же Сила Нацеленная На Вот Эту На Вот Эту Финальную То есть Как-то Эйм Да То есть Финальную Цель И Каждый Из нас Это Очень Неотъемлемая Часть Этого Проекта Я хочу Чтобы Мы Все Понимали Что Вот Каждый Себе Скажите Я Тот Человек Который Реализует Этот Проект Почему Потому Что Если Каждый Из нас Так Будет Говорить То Мы Получается Что Вот Эту Синергию Создаем Для Того Чтобы Просто Туда Послать Наверх Такие Мощные Флюиды Чтобы Границы Стерлись И Сергей Анатольевич Не Послезавтра А завтра Я вылетаю Почему Завтра Вылетаю Потому Что Нужно Немножко Подготовить Подготовить Именно Вопросы Так Как Ребята Могу Честно Сказать До Этого Я С Министрами Не Общался Первый Раз Я Пообщался С этим Министром Существующим И Будущим За 5-10 Минут И Если Поначалу У меня Ножки Тряслись И Подкашивались То Потом Когда Ты Начинаешь Рассказывать О проекте Когда Ты Начинаешь Ему Давать Важные Лакомные Кусочки Которые Его Интересуют Как Человека Это Очень Ну Скажем Так Для Них Очень Привлекательно Почему Привлекательно Первое Рисков Мало Потому Что Народ Стоит За Этим То Мы Сможем Сами Так Как Мы Сами Заинтересованы Мы Сможем Сами Первые Какие-то Риски Снять С них Соответственно Они Нам Дают Зеленый Свет Для Того Чтобы Мы Могли На Этой Дороги Что-то Строить Да А Что Мы На Сегодняшний День Будем Строить Это Именно Вот Эти Юнибайки Вот Этот Скайпарк По Одной Причине Вот Я Теперь Хочу Ответить На Вопрос Который Задавал По Моему Там Несколько Людей Задавали А Почему Если У Юницкого Столько Много Предзаказов Почему Нам Надо Еще Предзаказы По Поводу Вот Велопар Ребята На То Чтобы Сегодня Засертифицировать Транспортные Как бы Транспортные Средства Это Необходимо Тысячу И тысячу Документов Я На Сегодняшний День У Себя В банке Даю Даю Сегодня Скажем Так Бумаги Которые Подтверждают Что Мы Действительно С С Юницким Вы Представляете Они Пустят Чтобы Мы Им Предоставили Все Так ФИО Да Там Юницкого Его День Рождения Какие Банки Он Имеет И так Далее То есть Они Делают Такой Серьезный Ресерч Да Это Ну Короче Они Настолько Серьезно Проверяют Вот Всех Нас Потому Что Ну Мы Заявили Что Мы На Пол Миллиарда Хотим Профинансировать Юницкого Понимаете У Этой Менеджер У Него Вот Такие Глаза И Только С Идеей А Сегодня Я Говорю Видите А Мы Уже Строимся Понимаете Для Них Это Очень Большой Показатель Потому Что Никто Нас Не Финансирует Народ Просто Вот Эта Масса Людей Масса Большой Синергии Она Готова Может Сделать Абсолютно Любые Вещи И По Поводу Ирландии То Есть 19 Числа Мы Будем Собираться Для Того Чтобы Сделать Конкретный Так Назваем Пич Либо Вот Этот Предложение Для Министров Потому Что Там Будет Очень Много Министров Там Нужно Каждому Из Них Дать Осознание Того Что Они Будут Рисковать Мало Но Получат Много А Для Нас Самое Главное Это Сделать Что На Территории Европы И На Этой Территории Когда Они Будут Видеть Что-то Строится То Соответственно Другие Деньги Пойдут Вот Пример То Что Минимальные Инвестиции От Тысячи Пять Тысяч Десять Тысяч То То Есть Евро Фунтов Долларов Инвестировать Здесь Это Небольшие Деньги Это То Самое Что Для Кого То Из Вас 500 Тысяч Долларов И Поэтому Так Как Андрей Говорит И Мы Очень Понимаем Что Нелегкие Такие Моменты Настали У нас На этом Этапе Потому что Нужно Нужно Финансировать И сейчас Стройка Она Очень Много Денег Запрашивает Поэтому Такие Проекты Они Необходимы Я Только Что С Лешей Тоже Общался Леша Сказал Что Очень Хорошо У него Проходит То Он Даст Вам Обязательно Вечерний Вебинар Даст Знать Как У него Все Прошло Какие Новости Но Мы Должны Одно Дело Делать Мы Должны Говорить Как Можно Больше Людям Я Вам Могу Просто Сейчас Делать Такой Небольшой Небольшой Пич Как Каким Образом Вообще Заинтересовать Не надо Ходить К людям И сейчас По три Часа Рассказывать Кто Такой Юницкий Струнные Дороги Почему Сегодня Это Необходимо И так Далее Все Что Сделаете Просто Придите Вот Я Таким Образом Поступают Придите Откройте Видео Стройки Говорите Видите Мы Строимся Вот Если Вы Хотите Еще Быть В доле То Пожалуйста У нас Здесь Допустим В Лондоне Идет Стройка Дома Но Они За полгода Уже Его Построили Сейчас Уже Там Окна Ставят Вот Вы Представьте Были Люди У которых Возможность Была За первых 20 тысяч То Вы Вносите 20 тысяч И Вы Получаете Льготные Условия На то Чтобы Получить Там Квартиру Но Банки Не Дают Под Это Понимаете У вас Это Должны Быть Свои Личные Деньги И Соответственно Те Люди У кого Были Эти Личные Деньги Они Вкладывают Вот Эти 10 20 Тысяч Как Первый Взнос И Они Уже Застолбили Себе Какую Квартиру А Сейчас Когда Построится Они Должны Выплатить Там 30 Процентов Только То То Это Везде Существует Крауд Кюб Это Очень Наглядный Пример Где Люди Просто Приходят Там 200 Тысяч Человек Финансируют Какой Один Бизнес Какой То И В принципе Они Получают Акции Доли Но Что Очень Немаловажно Как Уже Сергей Анатольевич Сказал То Что Те Дисконты Которые У нас Даже Сегодня Есть Дисконты Потому Что На Крауд Кюб Максимально Я видел 25 Процентов То То 25 Процентов Притом С условием Того Что У вас Акции Ну То На Ваш Акции Начисляются Дивиденды Только Первых Четыре Года После Четырех Лет То То Ваш Акции Идут Обратно В Компанию Ну Я Не знаю Может Быть Там Меньше Меньше Денег Меньше Рисков Больше Какая-то Скажу Так Привлекательность Ну Я думаю Мы все С вами Здесь Абсолютно Точно Знаем Что Таких Вещей Как Анатолий Дальдович Юницкий Ну В принципе Их На пальцах Можно Сосчитать Значит Что еще Я хотел Бы Сказать Все Мы Все Мы Думаем А Получится Не Получится Реально Нереально Ребята Скажите Пожалуйста Кто знает Про Криптовалюту Вот кто Вообще В курсе О Криптовалютах Можно Там Включить Час Чтобы Посмотреть Есть Вообще Люди Которые О Криптовалюте Либо Слышали Либо Интересуются Почему Почему Хочу Затронуть Этот Вопрос Отлично Да Почему Хочу Затронуть Этот Вопрос Примерно 10-15 лет Назад Никто Вообще Не думал Что Будет Такая Криптовалюта Вот Вообще Ну Ни у кого Не было Никаких Даже Догадок От того Что Может Быть Криптовалюта Ребята Криптовалюта Сейчас Признана Европейским Судом На Уровне Валюте То есть Она Признана Как Кафе Которые Принимают Криптовалюту Воздух Александр Да Это воздух Но Этот воздух Он Скажем так Есть Определенные Валюты Которые Сегодня Они Приравнены К евро К доллару И Ну Как сказать Мы можем Думать Что это воздух Но Вы можете Пойти И рассчитаться И я Вот Недавно Помню У меня Буквально Там Из Канады Были люди Которые Хотели Инвестировать Криптовалютой И он Сказал А можно Я тебе Перечислю Биткоин А ты Мне Дашь Денег Больше 307 307 Долларов Эдуард 307 Евро Ну Евро Примерно К доллару Подошел То есть Понимаете И он Мне тогда Готов Было Отдать За 270 Евро А сегодня 307 То есть Представьте Даже Если бы Опять же Я Ну Скажем так Как-то Вперед Знал Я бы на сегодняшний день Из 5 Этих самых Я бы был бы в прибыли На 150 Евро Вот это и есть Вот этот Венчур Не то что венчур А вот этот Это прибыль Которая у нас Получается Мы что-то знаем Мы куда-то Допустим Вложили А потом Что-то Получилось И мы получаем С этого денег Ну уже 330 Да Поэтому То что мы Делаем Ребята Это намного Круче Чем Криптовалюты Криптовалюты Действительно Как Хавратов Сказал Это воздух Да Многие из них Это большие Пирамиды Хайпы И так далее Но конечно Никогда ты не знаешь Где потеряешь Где найдешь Но то что Мы строим Ребята Это не пирамида По одной причине Вот я всем это говорю Где ты видел пирамиду Которая сегодня На Мариной Горке Строится Туда вкладываются Деньги И все отчеты есть Поэтому Те моменты Которые мы Делаем Которые мы Доносим До этих чиновников Вот это и есть Перевернутая пирамида Про которую Андрей Хавратов Говорил Да Он говорил Мы сегодня Это своими глазами За этим наблюдаем Что вот Простые люди Которые пришли На начальных этапах С венчурным дисконтом Да То есть Вот этим Рисковали Просто по полной Они встали Во главе Вот этой перевернутой Пирамиде Да Потом приходили Следующие люди А теперь уже приходят И интересуются Министры Чиновники Какие-то люди Которые готовы Ну то есть Могут Запустить Либо Скажем так Переградить Да Наши действия Но они приходят И они приходят Посмотрите За теми Бабушками Дедушками Которые поверили В светлую идею Юницкого И они сегодня Питают своими Какими-то Финансами Своими влияниями Своими Контактами Они сегодня Будут питать Тех бабушек Которые пришли На венчурные стадии Поэтому Не нужно Не перед кем Стесняться Постоянно Рассказывать О проекте Ребята Из 10 человек Я вам уверяю 2-3 человека Они поверят Они поверят Они увидят И они будут Благодарить вас За то Что вы Не молчали Наше дело Рассказать Ихнее дело Услышать Принять Если они не услышали Не приняли Значит это не их Они будут так Продолжать ходить На работу И в завершении Ну давайте Наверное Я сегодня Вечером Там Леша Будет Уступать Я думаю Что наверное Вечером Не буду Я на сегодняшний день Очень Очень Хочу всех вас Поблагодарить Потому что Без вас Мы ничего Не могли бы Сделать Без вас У нас Было бы Намного Меньше Аргументов Поэтому Большое Вам спасибо Что вы с нами И поддерживаете Нас И я уверен Что есть Среди вас Те люди Которые смогут Возглавить И которые смогут Так же Зажечься этим Проектом Так же Зажечься этой Идеей И просто делать Как говорят Англичане Whatever it takes To make it happen То есть Все что Нужно Для того Чтобы это Реализовать Спасибо большое Спасибо Арман Вот Пожелаем Давайте Ему удачи Вот Он говорит Не постоянно Он тут что-то еще Поскромничал С кем он будет И как встречаться Но я думаю Что потом На отчете Когда В следующую среду Мы его спросим Вот Соответственно Это тоже Вот наглядный пример Тоже Я очень рад Что Там В марте Прошлого года То есть Полтора года назад Он приехал И задавал Такие Примитивные вопросы По поводу того Что Что такое Как Как он еще Рассказывал Что Приехал Хотел Юницкого увидеть Но Юницкого Не было На первой конференции Вот Он приехал Потом рассказывал Своим инвесторам Что Но он видел Человека Это меня имеется Который видел Юницкого Вот Поэтому Это друзья Тоже Очень серьезный Вопрос И То что Сегодня Мы делаем Ведем Эти переговоры И молодые Вот ребята Сейчас Продвигают Делают И выходят На такие уровни Друзья Я могу сказать Что это только Начало Но сначала Всего Начало Марьиной горки Строительства Запуск Первых адресных Проектов Вот Я абсолютно уверен Друзья Что через год А через два Мы с вами Мы с вами Будем На вебинарах И вообще На встречах Обсуждать Уже Строительство Тысячи Тысяч Километров Дорог Запуск Десятков И сотен Месторождений И так далее И это все Друзья Будем делать Мы Это никто Кроме нас Не сделает Это наша задача Мы для этого Собрались И те Кто Сегодня Стоит У истоков И те Кто Сегодня Продвигает Эти проекты Естественно Что Мы не Собираемся Останавливаться Мы сейчас Начинаем Проекты С легким Прогулочным Транспортом Дальше У нас Будут Городские Системы Скоростные Системы Дальше Будем смотреть Месторождения Порты Сети Городские Сети Региональные Сети Страновые Сети Друзья Это все Развитие Проекта О которых Мы с вами Говорили Говорим Что Уже Через 15 Лет Мы закладывали Капсулу Времени И миллион Километров Дорог Уже должен Быть Построен А это друзья Десятки и сотни Компаний Это серьезное Развитие И как вы видите Все на ваших глазах Происходит Друзья Мы ничего не скрываем И ничего не придумываем Нам нечего Друзья Что-то Говорить Что что-либо Было неправдой Или выдавать Желаемое За действительное Мы с вами Друзья Делаем И Показываем И Это не то что Там Какая-то Ну скажем так Пиар Ход о том Что Вот Арман Летит в Ирландию Или там Алексей Встречается С губернаторами Это друзья Это работа Которая сегодня Ведется И мы сейчас Показываем вам Именно для того Чтобы каждый Видел Каждый мог Это как пример Взять и сказать Что друзья Это может делать каждый Это может делаться В каждом городе В каждом регионе И самое главное Такая необходимость есть И соответственно Вы Как Арман Не раз Приводил пример Когда он начинает Рассказывать О шестом технологическом укладе О новом Цивилизационном витке О том что идет замена Интернета На транснет Коммуникации И так далее Мы задают вопрос Дело в том что Западная экономическая мысль Она этой теории не знает Она не приняла Теорию технологических укладов У них есть Эволюционное финансовое развитие Которое идет С финансирования Ротшильдов Ну и кстати Я сейчас Когда вебинар Чуть закончится Я в конце Вам тяну ссылки Сейчас Буквально Неделю назад Михаил Хазин Сделал очень интересную Аналитику По поводу Политической ситуации Развития в мире Там В России И дал несколько сценариев Развития Вот Ну а так как Михаил Делягин Там и давний Мой товарищ И в проекте Он принимает Определенное участие То есть те кто интересуется Именно стратегией Политикой И концептуальными То я очень рекомендую Посмотреть Ссылки Я вот Как Закончим вебинар Просто сейчас Чтобы не Не искать Я А я сейчас Сделаю так Смотрите Я сейчас Тогда Руслан Руслан Я сейчас Тебе кину ссылки Ребят Ты их тогда В чат можешь Положить Сейчас Еще Секундочку Вот Ксимиол Новый подход К лечению Псориаз Псориаз Хроническое заболевание Кожи Которое Затрагивает Примерно 2-3% Населения Инновационный Препарат Ксимиол Единственный Препарат В форме Геля Который Не липнет Не пахнет И применяется Всего один раз В день Ксимиол Действует На механизм Заболевания А не только Маскирует Симптомы Встреча Это что за ерунда Так Своё Будущее В рамках Российской Истории То есть Исключаем Тех Кто Так Друзья Какой-то сбой Технически Извиняюсь Наверное Что-то Так сказать Это Скрытая реклама Нет Николай Это я не понял Откуда что пошло Наверное Какая-то ссылка Открылась Случайно Извиняюсь Если что-то Было не так Значит Смотрите На Михаила Делягина Это тот Кто интересуется Именно серьезной Аналитикой Это довольно-таки Сложная Михаил Михаил Хазин Вообще Очень сложно Выступает Он Блестящий Аналитик У нас в стране Наверное Такого уровня Аналитиков Больше нет Поэтому Кто Интересуется Кому Интересна Именно Политическая Экономическая Ситуация Которая Сейчас сложилась И прогноз Как она будет Дальше выходить Рекомендую Посмотреть Но Как раз Я тоже Приводил На наших Вебинарах Слова Тоже Миша Хазина Когда он Говорит Тебе везет У тебя есть Скайвей И поэтому У тебя на каждое Отвечаешь Строй Скайвей Спасай Россию А нам Тут надо Каждый раз Придумывать Какие-то Там Вещи Придумывать Жуткую Аналитику Чтобы Объяснить Многие вещи Да Друзья С одной Стороны Это простая Вещь Но С другой Стороны Друзья К этому Надо было Приходить 15 20 Как и в Ницке 40 лет Для того Чтобы В нужное Время В нужное Место Эта технология Сегодня Входила И сегодня Анализируя Любое Событие Которое Происходит То есть Вот мы Два вебинара Назад Помните Как раз Это только-только Произошел Теракт С самолетом Когда в понедельник Упал У нас в среду Был вебинар Мы что-то показывали И у меня даже Было ряд Обвинений В мою сторону Когда я сразу Сказал Что друзья Это теракт Это катастрофа Хотя официальные Наши власти Еще Только вчера Признали Что это теракт Хотя с точки зрения Элементарной Аналитики А я все-таки Учился Эволюционном Институте И проходил Теорию Катастроф Вот Поэтому Там сразу Было понятно Что Самолет взорвали И взорвали Именно в воздухе На большой высоте Поэтому Я сразу сказал Что это теракт И никаких оснований Быть не может По разным Политическим Моментам Дмитрий Анатольевич Медведев Долгое время И все Аналитики Рассказывали Что это все-таки Может быть Разрушение Может быть Там двигатель И так далее Вчера наконец Признали Что все Это взрыв И помните Как мы говорили Что Как бы это Прискорбно Не звучало Но Сегодня При развитии Системы Skyway При строительстве Транспорта Второго уровня Именно наземной Системы Таких катастроф Просто теоретически Быть не может Соответственно Это решение Мы с вами Работаем над тем Чтобы в принципе Таких вещей Больше повториться Не могло Следующий момент В этом месяце Я не знаю Кто не знает Я вам Рекомендую Посмотреть И увидеть Дату в календаре Последнее воскресенье Ноября Это память Жертв Дорожных Дорожных Катастроф Это международный Установленный День ООН Вот Потому что Ежегодность На дорогах Мир гибнет От Миллиона Двухсот До Миллиона Пятисот Тысяч Человек Сами вздумайте Полтора миллиона Человек Гибнет В год На Дорогах И Более Миллиона Там Миллион Двести Миллион Триста Коэффициент Один в десяти Становятся Инвалидами Представляете Какое Огромное Количество Людей Сегодня Гибнет Это без Террористических Актов Самый Большой Убийц Сегодня В мире Это автомобиль Как бы Он удобно Не сделал Нашу жизнь Как бы Он Сегодня Не изменил Цивилизацию И мы не Представляем Сегодня Жизнь Без Автомобиля Это Друзья Самое Страшное Орудие Цивилизации Направленное Сегодня На убийство Человека Никто Так массово И в таком количестве Не убивает И не калечит Людей Это надо тоже Друзья Родственники Близкие Знакомые Которые Потеряли Своих Близких Людей В автокатастрофах Я могу сказать Что у меня Два моих Лучших друга Погибло В автокатастрофе И поэтому Я всегда это ощущаю Всегда это понимаю Так вот Друзья Мы с вами Работаем И мы С вами Делаем То чтобы Этого Больше Не было Чтобы не было Этих Миллионов Людей Которые Погибли Не было Десятки Миллионов Которые Стали Инвалидами И еще Большее Количество Людей Которые Пострадали Потому что Потерять Близкого Человека Да Да Друзья Это видео Которое Я сейчас Сдал Ссылка На Михаила Делягина Именно На аналитику Политической Экономической Ситуации В России И это Очень интересно Я рекомендую Посмотреть Для тех Друзья Это не для всех Для тех Кто интересуется И кто может Анализировать Для кого Слова А экономический Политический Анализ Это не пустые Слова Потому что Еще раз Скажу Что Михаил Делягин Очень блестящий Аналитик Но довольно Таки Сложный Для восприятия Поэтому Фактически Если в резюме Свести То что он Сказал То чем мы С вами Занимаемся То есть Технологический Уклад Это единственное Сегодня Возможное Развитие Развитие Россия И второе Что евразийское Развитие Это то Что сегодня Определит Будущее России Другого пути Кроме как Евразийского Пути У России Больше нет И просто Очень интересно Посмотреть Как 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 К этому Подводится И как Это делается Посмотрите Это Довольно Так как Я говорю У нас Вебинар Он все Таки Технический И технически Экономически То есть Мы Ориентируемся На людей Которые Уже В проекте Которым Нужна Дополнительная Информация Соответственно Исходя Из этого Мы Даем И эти Материалы Даем Итак Друзья Что Сегодня Основное Хотелось бы Сегодня Донести И что Мы С вами Должны Понимать Что Те Изменения В мире В экономике В политике В технике Которые Сегодня Идут Они Все Экономически Технологически Закономерны Смена Укладов Это Процесс Который Подошел Мы Не раз Говорили Что Это Закономерный Процесс И мы С вами Друзья Создали Компанию Создали Систему Создали Образовательный Процесс Который Позволяет Объяснять Людям То Что Происходит Искать Сторонников И создавать Инвестпроводящую Систему Которая В состоянии Аккумулировать Определенные Инвестиции И определенные Средства И на эти Инвестиции Именно Целевым Образом Направить На то Чтобы реализовать Конкретные Технические Задачи Вот Мы С вами Этот этап Первый этап Прошли Мы С вами Прошли Годовщину Нашего Фонда Два года Развития Проекта Мы сегодня Имеем Результаты Которым Мы подошли Которым Мы стремимся И соответственно Который Позволяет Нам уже Создавать И адресные Проекты Чем мы Сегодня Занимаемся И готовить К запуску Уже Более Серьезные Более Широкие Программы Которые Будут Развиваться Еще дальше Второй момент Друзья Мы сегодня Подготовили Почву Для того Чтобы приходили Уже Крупные Фонды Крупные Компании Крупные Инвесторы Чтобы приходили Заказчики Технологии И это Друзья Только Благодаря Тому Что мы С вами Работаем И делаем И создается Та доказательная База Которая Позволяет Сегодня Вовлекать Все больше И больше Инвесторов Никаких Иллюзий Строить На сегодняшний Момент Не надо Что Эти все И фонды И компании Придут Только тогда Когда все Будет очевидно Сегодня Эта точка Невозврата Еще не пройдена И ближайшие Наверное Следующего Года Основная Нагрузка Будет лежать На нас И мы Друзья С вами Сделав Первый Шаг Мы не имеем Права Сегодня Остановиться Мы не имеем Права Сегодня Остановить Финансирование Конструкторского Бюро Или Остановить Финансирование Проекта Поэтому На нас С вами Друзья И большая Ответственность В том Плате Что От нашей Работы Зависит Теперь Дальнейшее Развитие Проекта Если Мы С вами Сегодня Прекратим Работать То Проект Не просто Встанет Он Начнет Откатываться Все Больше И больше Назад И соответственно Может Наступить Такой Момент Когда Реанимировать И запустить Это уже Будет Очень Сложно Поэтому Друзья Мы Сегодня Понимаем Ответственность И Андрей Хабратов Как руководитель И наша Команда Директоров И все Кто Работает В проекте Все Кто Работает Напрямую В компании Все Кто Работает В других Фондах Они Сегодня Все С большим И большим Таким Интенсивностью Энтузиазмом Сегодня Работают Над тем Чтобы Этот Проект Не остановился Первый Шаг Который Мы Сегодня Понимаем И Который Мы Обращаемся И призываем Это Пока Личные Инвестиции Мы Говорим О том Что Друзья Мы Вводим Систему Когда Каждый Определяет Для себя Сколько Он Может Инвестировать Каждый Месяц Не важно Планка 5 Соответственно Когда Вы Берете На себя Определенные Обязательства То Премия Будет Выписываться Исходя Из того Как Регулярно Вы Выполняете Взятые На себя Ответственные Это Не Обязательства Это Неправильно Сказать А взятые На себя Ответственность Это Друзья Абсолютно Добровольный Процесс Но Исходя Из Такого Количества Инвесторов Которые Берут На себя Определенные Ответственности Обязательства Мы Начинаем Планировать Какой Объем Гарантирован Есть Каждый Месяц Какой Объем Работы За него Будет Сделан И Соответственно Исходя Из Этого Мы Начинаем Прогнозировать Сроки Какие Нам Надо Заказывать Определенные Узлы Когда Мы Будем Выходить На Определенные Испытания Когда Мы Будем Демонстрировать Определенную Работу Это Обязательно Должно Быть И Анатолий Довальевич Яницкого Прям Очень Большая Просьба Чтобы Мы За Ноябрь Месяц Сформировали Вот Такие Планы Поэтому Мы Будем Обращаться К каждому Из Вас И Просить Чтобы Вы Оценили Свои Возможности И Соответственно Взяли На Себя Определенную Ответственность Это Опять же Говорю Это Дело Добровольное Здесь Никаких Ни Наказаний Нет Но Это Момент Который Позволит Существенно Планировать И Обезопасить Работу Соответственно Второй Момент Это То Что Наша Система Работает Мы Должны И мы Это Делаем Друзья Мы Выходим На Серьезное Количество Регистрации Новых Участников В день Но Эту Работу Надо Развивать И Для Этого У нас Построена Вся Система Обучения У нас Построена Вся Система Сегодня Стимулирования И региональных Лидеров И менеджеров По регионам И тем Кто работает Для того Чтобы эту работу Сегодня Довести До Очень Эффективной Такого Уровня И соответственно Чтобы она Приносила Удовлетворение Тем Кто делает Кого мы Сегодня Привлекаем Это Вторая Составляющая Часть И Третья Сегодня Друзья Это Подготовка И обучение По адресным Проектам Которые Сегодня Помимо Того Что Они Являются Именно Демонстрации Технологии Применения В конкретном Регионе Они Позволяют Облегчить Разговор С крупными Инвесторами С теми Кто Находится В регионе И с властями Они Еще Друзья И позволяют Сегодня При демонстрации Возможностей Наиболее Активизировать Количество Участников В регионе Это Тоже Друзья Надо Все Делать И Мы Тоже Сейчас Все Обкатываем И Запускаем И Таким Образум Наша Задача Чтобы Мы К концу Декабря Как минимум Удвоили Сегодня Интенсивность Нашей работы Удвоили Объем Инвестиций Которые Сегодня Необходимо Конструкторскому Бюро И не Уменьшили Темпы Работы Которые Сегодня Довольно Таки Высокие Которые Сегодня Ни в коем Мере Снижать Нельзя Для того Чтобы В те сроки Как мы Говорили То есть Сентябрь Следующего Года Выйти на Технологии Перевозки Руды Угля Пассажиров И Подготовки Проектов Со скоростным Транспортом Это естественно Друзья Такой Очень Серьезный Шаг Который Мы Сегодня Делаем И Очень Серьезная Работа Которая Вся Проделанная За этот год Нас Погналки К тому Что Это Необходимо Сделать И Я думаю У меня Абсолютно Уверенность Что Ни при Каких Обстоятельствах Мы Сегодня Не Можем Снизить Темпы И Не Можем Не Выполнить Взятые На Себя Обязательства Перед Конструкторским Бюро И Перед Всеми Инвесторами Которые На ранней Стадии Поверили Вошли И Двигают И Поддерживают Этот Проект Потому Что Сегодня Друзья Это Вы Можете Поверить Мне И Здесь Я могу Сказать По Себе Насколько Сегодня Легче Работать В Первый Раз Особенно Те Кто Год Назад Слышал Но Не По Каким То Причинам Не Пришел В Проект А Сегодня Смотрит И Что Происходит И Уже Понимает Что Во-первых Таких Дисконтов Нет Но Тем Не Менее Участие В этом Проекте На Сегодняшний Момент Крайне Интересно Поэтому Когда Показываешь То Что Строится Как Арман Сказал Когда Показываешь Ту Систему Которая Строена Когда Начинаешь Обсуждать Вопросы По Адресным Проектам Конкретно В Городах Регионах Конечно Подход К этому Другой И То Что Мы Сегодня С Вами Уже Начинаем Развивать Оно Конечно В ближайшее Время Даст Очень Серьезный Результат А Я Вот Эту Картинку Это Уже Чертеж И Непосредственно Изготовление Юнибайка То есть Я Очень Люблю И Вижу Эту Картинку Потому что Я стоял У истоков Запуска Этого Проекта Когда От Концепции До Реализации Сегодня Чертежи И Сегодня Я могу Сказать Уже Идет Заказ Конкретных Модулей Идет Заказ Конкретного Изготовления Этих Модулей И Сейчас При Определенных Условиях Весной Следующего Года Мы Это Уже Увидим В Прототипе Амстердама И Парижа И еще Ряда Большого Количества Городов Где Сегодня Эта Работа Идет Самым Активным Обыдом Поэтому Друзья То что Касается Внешних Факторов И то что Арман Покумянул Я специально Не стал Начинать И говорить С Тех Страшных Событий Которые Произошли Во Франции Вот Это друзья Война И В любой Войне Иные С обеих Сторон И нельзя Говорить о том Что идет Где-то далеко В Сирии Наши самолеты Кого-то бомбят И это друзья Нас ни в коем случае Не касается Это друзья Касается всех Любая война Это беда общая И Сегодня Четко нам это показали Четко продемонстрировано Что война Многие жители Санкт-Петербурга Которые летели Из Египта В самолете Они стали Заложниками И участниками Этой войны Кто погиб Тут непосредственно Жертвой этой войны А все родственники И близкие Друзья и знакомые Это Те кто уже страдает От этой войны Париж Нам показал Что Вот это безжалостное лицо Когда невинные люди Гибнут Из-за того Что кто-то считает Что он прав И это право Одно Поэтому на войне Здесь ни правых Ни неправых К сожалению Друзья Уже не то что нет Здесь другая логика И К этому сейчас подходить Это естественно Сразу сказывается На всей экономической Ситуации Таким образом Что снижаются Все инвестиционные проекты Начинает сворачиваться Инвестиционная активность Мировая Поэтому Это друзья Естественно Начинают расти И затраты На оборонные И на безопасность Бюджеты всех стран Фактически А это все Непроизводственные затраты Поэтому друзья Это все Свидетельствует О том Что тот Экономический Шторм Или та Экономическая Стабильность Которая Двигается Она сейчас Только усиливается И вот эти Проявления Экстремизма Проявления Вот этой Войны Она к сожалению Сегодня Будет все больше И больше Разрастаться И вот этот Хаос Который В разных Кому-то он выгоден Кто-то делает Кто-то с этим борется Но это друзья Та реальность Которая сегодня Естественно Что вот в этом плане Я всегда С точки зрения Анализа Могу сказать Что на эту ситуацию Друзья Мы повлиять Никоим образом Не можем Эта ситуация От нас Зависит Очень и очень мало Но друзья От нас зависит Ситуация Когда мы можем Запустить Альтернативу Этой работы Когда мы можем Запустить Конструктив Когда мы можем Тоже очень интересная Аналогия Сейчас Арман Привел Я никогда Об этом не думал Но он оказался Абсолютно прав О том что Есть Толпа Которая разрушает То есть Если у нее Разрушительная идея И в ней не сидит Ничего конструктивного Но с другой стороны Когда огромная масса людей Направлены на реализацию Одной Конструктивной задачи Друзья Это тоже огромная сила Так вот Мы сегодня Противоставляем И делаем сегодня Именно конструктив Мы собираем Единомышленников Собираем людей Которые Будут реализовывать Проект Который нужен всем Который Даст Новое ВВП Мировое То есть Мы можем Десять раз Увеличивать Мировое ВВП И соответственно Убрать Все сегодня Те противоречия Из-за которых Сегодня Возникают Конфликты В мире Мы сегодня Создаем Десятки И десятки И сотни Миллионов Рабочих мест Мы сегодня Осваиваем Новые территории Технологии Которые Мы даем Сегодня Новое качество И новый Уровень И образования И соответственно Медицинского Обслуживания Это все Дает новый уклад Это все То чем Шестой Технологический уклад То чем Мы сегодня С вами Занимаемся Естественно Друзья Что В старой Парадигме То есть Те чиновники Которые Сегодня Отвечают За Развитие Экономики За развитие Инноваций Там Медведев Аркаша Дворкович Шувалов Игорь Так сказать Понимаете Они все живут В другой парадигме Они все Бизнесмены Своих Должностей Они заняты Совсем Решением Других задач Поэтому Мы сначала Видим Программу 2020 Которую Они там Нарисовали Развитие Страны Потом Эту программу Забыли Теперь они Рисуют 20-30 Программу Дворкович Отвечал За развитие Программу Транспортной Концепции До 2030 Года Что может Развивать Человек Который Ни разу В жизни Ничем Ничего Не создавал Нигде Не работал И соответственно Ничего не делал То есть он учился Сначала В Гарварде Потом Соответственно Был Советником Министра После этого Стал Замминистра И потом Перешел В администрацию Это весь Его карьерный Рост Вот что Извините Этот человек Может Понимать И развивать В транспортной Инфраструктуре Вот Соответственно Люди Которые Сегодня Отвечают За развитие Дальнего Востока Они абсолютно Не понимают И не представляют Что они делают Мне смешно Просто Когда я сегодня Вижу их прогнозы По развитию Сибири И Дальнего Востока Без Евраз Транснета Это друзья Это все равно Что мы с вами В 90-м году Я много раз Приводил эту аналогию О том Что Сколько угодно Размышлять О развитии Телефонной Транспортной Сети МГТС Но через 10 лет Придет сотовая связь И она изменит Все И сегодня У меня дети Ходят в детский сад В школу С телефоном И с Айпадом И это сегодня Абсолютно нормальное Для всех детей Вот Такое предположение Предположить 20 лет назад Было просто нереально Это говорит о чем Приходит новое время Решает абсолютно Те задачи Которые казались Нерешимыми Так вот Развитие Сибири И Дальнего Востока Развитие всей России Развитие всего Евразийского континента Без Транснета Без струнных технологий Без Скайвея Это утопия сегодня И тот Кто сегодня Этого не понимает Это просто люди Не на своем месте Они занимаются Не своим делом И почему я Сегодня с таким Жестким Категоричным словем Говорю что Ни Шувалов Ни Дворкович Ни Медведев Это люди Которые неадекватны К сегодняшней ситуации Они может быть Хорошие как люди Но хороший человек Это не профессия Они сегодня Неадекватны Тем вызовом Который есть И они занимаются Не своим делом Поэтому должна Должна поменяться Эта система И должны прийти Люди Которые понимают Как будет развиваться Страна Они будут понимать Как будет развиваться Инфраструктура Они будут понимать Что сегодня Строительство Скайвея И строительство Транснета Это то единственное Что может быть Конструктивное В нашем развитии И здесь друзья Я почему Стараюсь всегда К этому подвести И сказать Друзья А это мы с вами делаем И вне зависимости От Хотят нам Не хотят Помогают Не помогают Это друзья Наша работа И это Зависит от нас С вами Вот Что зависит Или там я могу сказать Кто может помешать Арманду Сделать презентацию За 29 секунд А потом это приведет К тому что буквально Через месяц Он будет встречаться Сначала Министрами Ирландии А потом с Премьер-министром Ирландии Это все результат Презентации За 29 секунд Которую придумали Сделали Довели до Совершенства И потом это Начинает приносить Результат Соответственно Каждый из вас То что Сегодня опять же Ротхук Который сегодня Работает И который В Австралии Сегодня запускает Уже Десяток Интереснейших Проектов То есть мы Буквально К концу года Или в начале Следующего года Увидим с вами Очень интересные Проекты Которые пошли Уже Именно с Австралии Как инициировали Как появился Ротхук Это наши активисты Наши участники Тот кто работает В проекте Убедили Вывели со мной На скайп Начали разговаривать Потом подключили Бабурина Потом подготовили Встречу с Анатолием Юницким И пошел результат И это друзья Как раз Показывает Как развивается Проект И как каждый Может быть В нем Сегодня незаменим Поэтому Друзья Мы Если говорить О наших очках Розовых очках Когда мы смотрим На мир сегодня Через Skyway Да Можно говорить Сложнейшая ситуация И к сожалению Все показывает И предвещает То что Эта ситуация Будет усугубляться Она будет Более сложной С экономической С политической Еще с разных Точек зрения Противостояния И мы увидим Очень много Экстремизма Как на улицах Так и в мозгах Многих политиков Потому что То что Какую чушь Сегодня несут Некоторые наши Колтелые политики Просто иногда Диву даешься Поэтому друзья Мы Приняли для себя Решение Что сейчас Нам надо Сделать То есть мы Заикнулись уже О партии Потому что Нас много Сейчас мы Решили делать Поэтапную Такую Поэтапную работу Мы создадим Общественно-политическое Движение Евразия Которое будет Именно в поддержку Развития SkyWay Когда мы Более-менее Окрепнем Наберем Большое количество Частих людей То наверное Где-то Может не по следующий год Мы будем уже Регистрироваться Как политическая партия С тем Чтобы претендовать На определенные позиции Сегодня Это Общественное движение В поддержку SkyWay Я думаю Что Не каждый из вас Который болеет За проект Который хочет Участвовать в проекте Для которого Строй SkyWay Спасай Россию Строй SkyWay Спасай планету Это не пустые слова Потому что это действительно Спасение миллионов Десяток И сотен Миллионов Жизней Более благородной Друзья Эмиссии И более благородной Работы Просто быть не может А то что еще Мы с вами друзья И строим Очень мощную Экономическую систему Которая Через Венчурные премии Через Те дисконты Которые сегодня Постоянно меняются Я напоминаю Что друзья Смена дисконта Ожидается Это значит Чтобы вы понимали Как сторонники SkyWay Проект становится Более устойчивый Проект становится Более привлекательным Приходит большее количество людей Поэтому идет снижение дисконта Ни в коем случае Друзья Никаких То есть если вам будут говорить Что это Какие-то другие функции Дисконт Нет друзья Если бы они несли Другие функции То поверьте Дисконт Это бы постоянно увеличено Если бы мы говорили Что нам нужен Больше приток денег Поэтому дисконты увеличиваем Приходите Нет друзья Естественно Есть маркетинговые ходы Когда юбилейные увеличения Дисконта Но это Это подарки И подарки Чтобы вы понимали Которые идут только От одного человека Это Анатолий Борисович Юницкий Потому что Идет перераспределение Его интеллектуальной собственности Которая оценена Внесена в уставной капитал И он сегодня Распределяет долю По входу в проект Никакой другой Соответственно Ценности Или никакой сегодня Другой Других обязательств Сегодня нет И это С одной стороны Говорят как слабость проекта Но другой Я вам скажу Друзья Это единственное Устойчивое Положение Которое сегодня есть Потому что Только его обязательства Сегодня И его работа И его интеллектуальная собственность Придают Всей этой работе И всему этому проекту И надежность И реализуемость Все остальное Друзья Я вчера разговаривал С очень большими Большими финансистами Которые Я уже говорил вначале Что поедем С крупнейшим Венчурным фондом Франции На полигон Поедем В конструкторское бюро Так вот друзья Когда они начинают Выстраивать Вот эти финансовые схемы И финансовые Цены Я смотрю Я говорю Друзья То что вы занимаетесь Это полный Бред И полная чушь Потому что Система Которая сегодня Развивается И делается Она будет совсем Работать по другим принципам Которые вы сегодня Говорите Вот Ну и для Так это я вам просто Рассказываю Единственный аргумент Когда они начинают Забивать мысль С вами там Ебеда Когда начинают Доходностью Там Инфляциями Накладывать Степень риска Вот Я им задаю вопрос С технической точки зрения Я говорю Друзья Вот эта трасса Которая будет проходить Через Байкал И Евразии Линейный город Который выставляет Как вы думаете Какой кэшфлор Оно будет генерить Вот Ну кэшфлор Понятные слова Это затраты И прибыль Которая это может приносить Вот Ну там Начали считать Там они Вот Я им когда сказал Ребят Ну давайте Наверное Это будет в районе 15 триллионов долларов То есть это Сегодня Весь ВВП Соединенных Штатов Сразу Сначала шок Они говорят Нет Столько денег На этом континенте Нет Вот Когда Буквально В трех словах Я им показал Технические реализации Которые есть Я говорю Теперь вы понимаете Все что вы говорите Это полная ерунда И здесь Им некуда было деваться Они начинают С этим соглашаться Поэтому друзья Я об этом Десять лет назад говорил И пятнадцать лет назад Я рассказывал Эти ряд историй Что даже в карьерной Планина Такая история Сыграла Такое Но сегодня Друзья Чтобы вы понимали И почему Сегодня другая аргументация И когда я разговаривал С такого рода Финансистами Почему это совсем другое Чем было год назад Потому что год назад Я говорил Мы построим И вам докажем Сегодня я говорю Друзья Вот вам картинки Открываю Компьютер Вот видите Вот вчера Вот позавчера Вот строится Мы это строим И ваша задача Если вы не верите Подождите полгода Через полгода Мы все продемонстрируем Но Друзья Через полгода Вы нам будете не нужны Через полгода У нас будут прямые заказы На конкретные трассы Мы будем делать Все друзья Поэтому Пошел другой отчет Времени И я могу сказать Что эти крутые Финансисты Эти крутые Венчурные фонды Которые Срывали всегда Все сливки Со всех изобретений Они вынуждены Соглашаться И говорят Да Мы готовы обсуждать Условия На каких мы будем С вами Взаимствовать Вот друзья Это совсем другая Аргументация Это совсем другое Время Которая сейчас Подошла И наверное 155 раз И я это говорил И мы говорили И будем говорить Друзья Это только Благодаря нашей работе Если мы с вами Этого не сделали Об этом Нечего было говорить Поэтому друзья Транснет групп Мы объединяем мир Объединять Это наша работа Соответственно Мы с вами Проделали Огромную работу Впереди Стоит Непреодолимый Невообразимо Больший Объем Работы И мы с вами Это обязательно Сделаем И я могу Сказать Что Строй Skyway Спасай Россию На сегодняшний Момент Это уже Становится Призывом К действию И призыв Для тех Кто работает Это уже Понятная Аргументация Для тех Кто еще Не понимает Поэтому друзья Включайте Ну и здесь Я заканчиваю На такой Ноте Которую я Обещал То есть Про гектар земли Следующий Вебинар Мы почти Половина Вебинара С вами Будем Посвящена Именно По вопросу Земле Потому что Помните Мы где-то Полгода Назад Затронули Эту тему Сколыхнули И она Пошла И сегодня Я могу Сказать Что Это единственное За что Я благодарен Этому Правительству Которое Сегодня Они Одобрели Конец Закон Проект О Гектаре Земли Этот Закон Сейчас Уже В Государственной Думе На принятие С небольшими Поправками Очень Незначительными Он Будет Принят И я Могу Сказать Что Друзья Они Сами Не Подозревают Для кого Они Делали Этот Закон Они Делали Для Нас Потому Что Я Сейчас Пытался Найти Репортаж Но На вечерний Вебинар Мы Обязательно Поставим Поэтому Смотрите Запись Вечернего Вебинара Там Будет Ссылка На Репортаж Который Произошел В Вестях Позавчера И Когда Они Рассказывали О том Что Правительство Одобрило Закон Проект О Гектаре Земли Что Его Внесли И так Далее И Потом Показали У нас Уже 25 Тысяч Заявок Во-первых Это Не Заявок А Только Запросов На Возможность Переехать В Регион Где Нет Никакой Инфраструктуры Так Вот Друзья Мы Как Раз На Этот Вопрос Отвечаем И На Следующем Вебинаре Мы Вам Покажем Что Ту Программу Которую Мы Сейчас Подготовили Она Даст Настолько Серьезное Развитие И Настолько Серьезное Участие Для Каждого Из Нас Потому Что Там В этом Законе Появились Все Нормы Которые Вам Нужны Один Гектар На Член Семьи Второе Что Родовое Поместье Которое Есть И Как Раз Мы Сейчас Даем Концепцию С помощью Нашего Скайвея С помощью Скайпарка С помощью Юнибайка Как Мы Сегодня Создадим Условия Когда Действительно Каждый Может Брать Гектар Земли Который Будет Очень Серьезно Капитализироваться Благодаря Программе ПО Евразия И Который Будет Еще И Служить Действительно Родовым Поместьем Который По своему Желанию Можете Использовать Или Можете Передавать Кому Ну Все Друзья На этом Давайте Мы Сегодня Будем Заканчивать Поэтому Строй Скайвей Спасай Россию Это Наш Серьезный На Сегодняшний Момент План К действию Который Мы Реализуем Который Действует Каждый День Поэтому Участие Большая Честь То Что Мы С Вами Делаем И Дальше Наша Задача Сейчас К Сентябрю Следующего Года Подойти Уже С демонстрацией Конкретного Подвижного Состава И Это Все Друзья Зависит Только От Нас И Никто Кроме Нас Друзья Это Низит Всего Доброго До Дальнего Востока Сибирь До Встречи На Следующем Вебинаре В среду А Кто Будет Вечером С нами До 20 Часов Мы С Алексеем Будем Проводить В обычном Режиме Все Друзья Всего Доброго